Эта программа вышла при спонсорской поддержке друзей и партнеров служения Kingdom Connection. Луки, глава 19, стих 37. А когда он приблизился к спуску с горы Илеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога. Тих 39. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Обратите внимание, если они умолкнут, то камни возопьют». Стих 41. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «Ой, если бы и ты, хотя в сей день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Не каждый момент дает равные возможности. Этот стих «ты не узнал времени посещения твоего» засел в моей голове на очень многие годы. Это настоящий, отрезвляющий призыв, чтобы мы поняли, что не мы определяем сроки прорывов и чудес. Не вы решаете, когда выполнять Божью волю, но мы можем пропустить время посещения. Сегодня хочу поговорить с вами о том, как распознать эти моменты. Хочу поговорить о высокой цене за малый энтузиазм, высокой цене за недостаток восхищения. Понимаете, сейчас это может не особо на вас влиять, но хочу показать вам в Писании, что можно упустить свой момент и не ответить Богу, когда Он будет с вами говорить. И радость может смениться рыданием. Высокая цена за малый энтузиазм для Бога. Хочу начать с истории 4 царств, глава 13. Старого пророка Елисея, он находился при смерти и лежал на постели, на смертном одре. В Библии написано, что к нему бежал царь Эас и сказал, «Враг наступает, как мне быть?» Старый пророк встал с постели и сделал странную вещь. Он схватил лук и стрелу, обнял молодого проповедника или молодого царя Эосия и сказал, «Выпусти эти стрелы, но прежде ударь ними о землю». В Библии написано, что царь взял эти стрелы и ударил три раза, а потом остановился. Пророк очень разозлился. Написано, что он разозлился, вернулся в постель, накрылся и сказал, «Какой ты глупец!» Когда Бог дает вам направление, когда Бог говорит с вами, когда Он дает вам свое слово, нельзя просто взять и три раза ударить по земле без особого энтузиазма, как будто вам сказал человек. Нужно реагировать с большим энтузиазмом. И Он говорит, «По сути, ты не понял, что эти стрелы были освобождением от Господа. И три раза вы поразите сирийцев, потому что ты трижды ударил по земле. Если бы ты ударил ими с большим энтузиазмом и воодушевлением, то окончательно и бесповоротно разгромил бы своих врагов. Но ты упустил свой шанс, и ты заплатишь высокую цену за малый энтузиазм». Вы не были в восторге. Бог дал бы вам победу, но вы не восприняли это всерьез. Вам показалось, что это один из множеств моментов. Еще одно служение, и вы можете отреагировать как угодно. Елисей говорит ему, «Нужно было проявить больше рвения». Он не пришел в восторг, Он просто выполнил действия. Порой именно так мы славим, мы просто выполняем ряд действий. Мы просто слушаем проповедь, это просто еще одно воскресенье. Но Он сказал, «Эти стрелы, ты должен был ожить вместе с ними, ты должен был с ума сходить от того, что получил, потому что я говорил с тобой о твоей жизни, а ты воспринял это как данность и просто выполнил действия». Вы останетесь с малым, хотя могли бы иметь многое. Просто не было страсти, не было восторга. Вы не прониклись услышанным. Мое слово не вызвало в вас трепета, у вас не было рвения. Вас это не вдохновило. Вам не было интересно, когда я говорил Божье слово для вашей жизни. Говорю вам, отсутствие восторга в служении Иисуса влечет за собой высокую цену. У всех нас по пути появляются возможности, но все мы по-разному реагируем. Внутри у нас должен быть восторженный отклик. Или же мы упустим невероятные возможности. Не все моменты равнозначны. Порой в жизни случаются такие повороты, что если правильно отреагировать, Бог говорит, я сделаю несравнимо, гораздо больше того, о чем вы можете попросить или даже подумать. Если вы не отреагируете правильно, поэтому нужно жить на чеку. Именно так мы, поэтому нам нужно быть пылкими. Никогда не сдаваться, никогда не упускать руки, никогда не утомляться. Если будем так делать, то будем ободрять себя в Господе. Потому что наша реакция важна. В Библии есть и другая история. История об Исаве и Иакове. И Исав был охотником, а Иаков был поваром. Вы знаете эту историю. Тарик сказал им, что кто-то получит наследство, и кому-то достанется благословение первородства. Исав был первородным, поэтому он обладал всеми правами на него. Но Исава не особо интересовали все эти духовные вещи. У Костроночью старик начинал рассказывать им о деде Аврааме, о том, как он заключил завет с Богом, разрезал животных, и Божий огонь прошел прямо посреди этих животных. Он слушал эти истории, и маленький Иаков сидел и говорил, расскажи еще, это мое наследие, это мое духовное наследие. В смысле, у Бога есть для нас замысел? Божья рука на нас? Бог будет творить великие дела в нашей семье? И тут однажды брат сидел напротив у костра, а ему и дела не было. Он зевал, поглядывал на часы, если те у него были. Он пытался натянуть новую детеву на лук и стрелы, острил свои стрелы. Если речь заходила об охоте, он вострел уши. Если речь заходила о новенькой канонитянке, которая приехала в город, он обращал внимание. Но ему и дела не было до наследия, до Бога, до завета. Меня это не интересует, это не восторгает меня. Я прихожу в восторг от других вещей. Один направлял весь свой энтузиазм на духовные вещи, а второй на плотские. Один не спрашивал о наследстве. Он никогда не просил, расскажи мне больше, расскажи мне больше. Но когда речь заходила об охоте, он оживал. Я имею в виду, что пришел момент, когда Яков начал вертеться в кровати из стороны в сторону, со словами «Я хочу это благословение, я хочу это благословение, я в восторге от него, я воодушевлен им, не могу дождаться заполучить Бога и сразиться с Ним, пока не заполучу это благословение, которое должно быть у меня. Это благоволение, это помазание, это предназначение, эту судьбу все уже решено, мне нужно только этого пожелать». Но было другое, другой парень, который там храпел, оно принадлежало ему, оно было его, его ему уже дали, но он не был в восторге от этого. Однажды он отправился на охоту и вернулся домой. Младший брат Яков готовил как раз униску чечевичной похлебки. И сам вернулся домой, он пришел с охоты голодный и сказал «Дай мне похлебки». И Яков сказал «Отдай мне первородство, и я дам тебе похлебку». Похлебка за право первородства. Гора благословений за миску похлебки. В Библии написано, что из-за того, что парень не был полон восторга и энтузиазма, из-за цели, замысла, призвания и помазания, и благословения, которые были в его жизни, он променял все это на миску чечевичной похлебки и благословения Павла Наякова.